Рассказывай, как это ты придумал двигатель-то на воде? А чё рассказывать-то? Жена просто, жена просто заставила. Ну что, ну, деньги же все на солярку, на бензин уходят. Ну пришлось немножко пораскинуть мозгами. Ты сейчас пораскинешь меня мозгами по всему сараю, понял? Чё ты мне лечишь? Кто помогал? Япония, Америка? Да я сам, никто не помогал, ну реально. Да блин, ну там же принцип работы, как у чайника. Не хочешь, значит, сознаваться? Не надо. Давай говори, сколько двигателей сделал? Чё, четырнадцать. Где они? Продал. О, твою мать. Так, срочно деревню оцепить, ни одну машину отсюда не выпускать. Ты о стране думал вообще, когда двигатель-то свой придумывал, нет? Вы знаете, у нас дома жрать нечего. Тут, как говорится, не до патриотизма. Вся Россия держится на нефти. Не будем продавать нефть, конец всему благополучию. А вот скажите, вот наша деревня, это же тоже Россия вроде как, да? Да. А где благополучие, о котором вы говорите-то? Благополучие, это где? Как оно хотя бы выглядит? Или я, может, что-то не понимаю? А? Вот так оно выглядит. Ага. Твой двигатель, это зло. Не знаю, народу нравится. А ты хоть понимаешь, что нефть подешевеет? А я человек простой. Я слышу, дешевеет, у меня настроение поднимается. Что ты сидишь там и здесь? Умнишь? Ты хоть понимаешь, что Россия, это не только ваша деревня? Это еще дороги. Ага. Что это такое, дороги? Кровеносная система России. Ага. Где ты их видел-то у нас в России, дороги-то? Как мне с тобой сложно, блядь? Ну, а ты вроде нормальный мужик. И серьезно, я тебя где-то в чем-то понимаю. У тебя сколько ипотеки осталось? У меня нет ипотеки. Ну, как ты меня можешь понимать, если у тебя ипотеки нет? Да не о том речь. Ты же понимаешь, зачем я сюда приехал. Помочь малому бизнесу, типа? Нет, помочь крупному, задушив малый. В переносном смысле. В прямом смысле.